Церковь Русская, красуйся, великуй! Церковь Русская, красуйся, великуй! Ваше Преосвященство, многочтимый Владыка Александр, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, уважаемый Николай Васильевич Демин, губернатор Брянского края, дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас поздравляю с великим праздником, потому что освящение Кафедрального Троицкого собора в Брянске есть великий праздник не только для Брянской земли, но для всей Руси. Я радуюсь тому, что вчера на месте схождения трех границ трех государств славянских России, Украины и Беларуси имел возможность вознести молитву за духовное единство наших народов, а сегодня осветить в городе Брянске сей Кафедральный собор, посвященный Святой Троице, Троице, которая во внутренней своей жизни является пример единства и любви. Каждое освящение храма – это и есть большое событие. Освящение же Кафедрального собора – событие особенное. Кафедральный собор становится лицом города и области. Он становится символом, он становится видимым, внешним выразителем духовной жизни и культурной традиции народа. Мне приходилось бывать в городе Брянске. И когда я проезжал по улицам этого города, еще будучи митрополитом смоленским, находясь по соседству с Брянском, то всегда взором как бы искал некую точку, которая могла бы быть доминантой города, и такой точки не было. Даже действующие храмы, они не производили такого впечатления, чтобы на них остановился надолго взор. Это был город без видимого символа, без особого знака. И ныне трудами всех вас, и благодетелей, и светских властей, и духовных властей всего народа, в городе Брянске воздвигнут символ этого города. Великий знак, сохраненный и приумноженный людьми. Традиции православия, восходящей купели Киевской, традиции, породившей огромный духовный и культурный поток совместной жизни в славянских народах. Сегодня мы слышали Евангелие от Матфея, где говорилось о исцелении слуги сотника. Большинство из вас хорошо знают этот сюжет евангельский. Я только вкратце напомню, что к Спасителю подошел римский сотник, по-нашему командир роты. Конечно, язычник. Римляне были язычниками. И попросил исцелить его слугу. Господь согласился и готов был идти в дом сотника. Но тот остановил его и сказал, «Не надо, не иди. Достаточно одного твоего слова. Вот и я, хотя сам человек подвластный, но имею и других, кто мне подвластен. И говорю одному, иди, и идет, а другому, приходи, и приходит, и слуге своему говорю, делай, и он делает». Пораженный этой верой язычника, Господь говорит, даже в Израиле, то есть среди людей, верующих в единого Бога, его единоверцев, не нашел я такой веры. Вот эта история с римским сотником напоминает нам что-то из нашей недавней жизни. страна наша, историческая Русь, а затем Россия, Украина, Беларусь, другие страны, прошли через десятилетия уничтожения веры. Мы хорошо знаем об этих десятилетиях, особенно люди среднего и старшего возраста. Вера не просто игнорировалась, не просто порицалась, но она высмеивалась, над ней издевались, и ее уничтожали всей силой административного ресурса. И как много людей, которые дрогнули, не выдержали испытаний, в самые тяжкие времена боялись ссылок, тюрем и даже расстрелов. Но когда эта угроза прошла, боялись потерять работу, испортить свою карьеру, потерять очередь на квартиру, мало ли чего могло произойти с человеком, который, живя в условиях атеистического общества, осмеливался верить в Бога. И казалось, четыре поколения людей воспитывались в этой атмосфере. Наверное, все, конец. И ведь многие так и думали, когда я впервые в 1985 году из Петербурга, тогдашнего Ленинграда, приехал в Смоленск и стал посещать деревенские приходы, то сердце просто заныло, физическую боль испытал, созерцая этот видимый разгром православной Руси. Хорошо, если пять-шесть человек, древних старушек, были на службе. Да и в городах, в районных и даже в областных дело обстояло ненамного лучше. И, казалось, пресеклась традиция, когда семья передавала веру, когда школа воспитывала, когда нравственные дела, дел и общество поддерживали религиозный выбор человека. Мы знаем, что произошло затем. И вот сегодня мне часто приходится читать биографии кандидатов в священство или биографии кандидатов на поступление в монастыри. И даже как биографии кандидатов на архиерейское служение. И что же является общим для абсолютного большинства людей? Пишут так. «Родился я в неверующей семье, отец и мать, в храм не ходили, крестился в сознательном возрасте». А потом решил всю свою жизнь посвятить церкви. И вот возникает вопрос, а что же это за явление такое? Может быть, это обращение было в ответ на мощное влияние церкви на жизнь общества? Может быть, в то время церковь наша использовала все средства массовой информации? Может быть, как по мгновению ока власть стала поддерживать и помогать? Ведь ничего же подобного не было и до сих пор. Если и есть, то в таких масштабах, что они не могут повлиять на массовое обращение людей к Богу? А что же произошло и происходит с нашим народом? А произошло то, что произошло с римским сотником? А язычник в переводе на наш язык человек неверующий, не знающий Бога, не умеющий молиться, не посещающий храм, вдруг в какой-то момент в сердце своем ощущает колоссальную перемену. И эта перемена происходит в ответ на встречу человека со Христом, с Богом. И ведь какие последствия этой встречи? Это не просто осознание того, что, да, да, вот Бог есть, но буду время от времени в храм ходить. Нередко эта встреча радикально меняет жизнь человека. И вчерашние ученые, инженеры, врачи, политические деятели оставляют мир и идут в монастыри, становятся монахами и священниками. я никогда не представлял себе, что в наших монастырях такое большое количество высокообразованных людей с прекрасной светской, как теперь говорят, карьерой и ушли в монастырь не потому, что разобиделись на весь мир и не потому, что несчастье какое-то их поразило, а потому, что осознали, что встретились со Христом и хотят Ему служить и жить вместе с Ним. А где же происходит эта встреча? Она может произойти где угодно и в любой момент жизни, но чаще всего она происходит в храме. Когда мы посещаем храм, даже будучи людьми невоцерковленными, мы, переступая порог, чувствуем, что мы в ином мире, это не тот мир, который за стенами. Все страсти того мира, злоба, конфликты, проблемы как бы остаются за стенами храма, мы входим в иное миробытие. И это не просто эмоциональное восприятие архитектуры или музыки, или изображений, это есть реальное восприятие нашим умом и сердцем иного мира бытия. Потому что в храме присутствует благодать Божия, божественная энергия. И часто даже будучи людьми невоцерковленными, мы сердцем вдруг чувствуем эту божественную благодать. А если человек раз почувствовал и вернулся в храм, то он начинает постепенно погружаться в эту духовную стихию, в этот мир и осознает, что выходит он из храма каждый раз более сильным, спокойным, уверенным, потому что благодать Божия подымает нас к небу, а с высоты иной взгляд на суету мира сего. Бывает и так, что мы встречаемся с Богом и вне храма. Что-то происходит в нашей жизни. Иногда мы проходим через скорби, болезни, порой смертельные болезни, получаем по своим собственным молитвам или по молитвам близких исцеления, и этот факт потрясает нас. Мы встречаемся со Христом. А бывает и так, что мы встречаемся с Богом, встречаясь с другим человеком, чувствуя любовь, которая от него исходит, доверяя этому человеку. Мы как бы погружаемся, как теперь говорят, в добрые хорошее поле этого друга. И через соприкосновение с добрыми людьми, а иногда и через погружение в любовь к другому человеку, мы опознаем красоту небесного мира. Бывает и так, что соприкосновение с человеческим творчеством, с гармонией красотой, которую творит человек, приводит нас к мысли о общем творце, который сотворил гармонию всего космоса и всего мира. Вот почему и соприкосновение с природой, с бесконечным звездным небом, способно изменить мысль и жизнь человека. И всякий раз, когда это происходит, мы встречаемся с Богом, как встретился с Ним через Господа нашего Иисуса Христа римский язычник, римский воин, неведомый нам по имени сотник, который воспылал такой верой Господу, которая поразила самого Спасителя и наверняка всех тех, кто его окружает. Вот мы и строим храмы и проповедуем Слово Божие и будем проповедовать и будем призывать людей открыть свое сердце навстречу Господу. И если кто-то еще не встретил Спасителя мира, он непременно встретит, если этого желает. Пусть же строительство и освящение величественного Свято-Троицкого кафедрального собора в городе Брянске поможет многим жителям сего града и области. может быть, через соприкосновение с этой красотой и этим духовным величием встретить спасающего Бога на своем жизненном пути. земля русская роде святы украшай свой лад слава гнев же божественны Венисом святым прославим. Редактор субтитров А.Семкин